Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире в World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, ты мучки! Ты мучки! Это когда все раньше вот так вот смотрели на Blizzard и пытались повторить, а теперь Blizzard смотрит на всех и пытается повторить. Это невероятные ощущения, поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12.14 и с 18.00 до 20.00 по московскому времени, оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребятушки, с чего начнем? Начнем с того, что у нас 28 июля, то есть уже сегодня, есть определенные изменения баланса классов, да? А именно, естественно, все это будет в описании, ссылочка, что вы могли отдельно посмотреть. А так, значит, рыцарю смерти кровь увеличили весь урон на 6,5%, охотнику на демонов истребление тоже отряда способности увеличили урон, друиду силу зверя увеличили урон на 3%, повелителю зверей урон убийственного выстрела увеличен на 10%, опять же, урон прицельного выстрела, бла-бла-бла, быстро увеличен на 10%, такие денежки у стрельбы тоже монах, танцующий с ветром, урон у всех способностей на 3%, зачем-то совсем необъяснимо мне лично жрец тьма тоже от тонны способности увеличен урон, а он и так в мете находится, казалось бы, ничего себе, для каких, собственно, обстоятельств, да? Но урон шипа бездны идола, их йог сарона уменьшен на 35% урон у них, да? А в остальных-то на 10% подняли, ну, прикол, ну, прикол, значит, урон жрецам света подняли, да, их способности для ДПС, вот, прям, значительно, 10, 15, 35, 25%, такая вот история. И шаманам бонус от двух комплектов Аберия, теперь увеличен на 40% исцеления, вот, прилива, от 4, теперь увеличен на 8 секунд, ранее на 6, да, время действия ливня. Такая вот история, и оборонительная стойка для воина защиты, снижает получаемый урон на 20%, ранее на 15%. Вот такая вот история, да? Ника, что, не могу даже прокомментировать, PvP тоже какие-то там изменения, но это я уже не озвучиваю, да? Слишком там почему-то всегда миллион текста, непонятно, о чем идет речь, но это совсем другая, ребят, история, да? Внизу в описании посмотрите, если кому интересно, ссылочку я оставлю. Значит, что дальше? Дальше, ребятачки, у нас интересная, приятная новость. Вот такие красивые нас трансмоги ждут, если пройдем рассвет бесконечности, новое мега-подземелье без каких-либо смертей, да? То есть, по сути, это такие же сеты, которые нам уже были доступны, ну, на разные типы одежды, только именно черного такого красивого цвета, в стиле драконов бесконечности, красиво выглядит. Мне вообще эти сеты очень понравились, да, которые там за компанию, за прохождением. Так что, балдежка. Так, ребятачки, следующая новость. В мега-подземелье рассвет бесконечности лут будет у нас 437-го и левела на эпохалочке, вот, с возможностью апа до 441-го, что говорит о том, что, возможно, будет использовать хорошие, наконец-таки, штуки-дрюки, которые нам бисовые, могут оказаться, типа, новых аксессуаров, в принципе, почему бы их и не использовать, да? Потому что максимально 447-й, типа, с ключа 20-го, но до 441-го, вот, можем их получить. А, если не ошибаюсь, здесь и два, можем вообще до 440, а не, точнее, 4-1, можем вообще все 447-м сделать, ну, видимо, кроме этого. Так что, прикольно, интересно, стильно, молодежно, притом падает как-то уж очень много, если честно, тут грибней аспекта, типа, вроде бы как, с каждого босса по 5 грибней сразу, прям грибней аспекта из Пламя Тьмы, и по 10 с финального. Ну, мне кажется, конечно, будет меньше, потому что 5 и 10 грибней, ё-моё, это ж просто дохренище, да? Ну, зато раз в неделю, даже раз в неделю все равно дохренище, честно говоря, прям, прям очень много. Так что, наверное, это уберут пока что, только на ПТР такая информация, но посмотрим, что дальше. Дальше, ребятушки, у нас, опять же-таки, поводья квантового скуна, которого я рассказывал в прошлом видео, то есть какой-то рандомный маунт из прошлого дополнения, и вот датамагандеры покупались, и неожиданно поняли, что вроде как всего лишь удалось им найти список 16 средств передвижения, которые заключены, так сказать, в пуле этого дропа, да? Непонятно, оно это не оно, но, по сути, грубо говоря, все эти штуки-дрюки, что падают, падают именно из подземелий и ряда рейдов, да? Опять же-таки, типа, с рейда головами Мирона, пламяное крыло Алистрозор, эксперимент 12-Б, поводья пылающих драконов, служанка хранительницы жизни, вот, и с разных подземелий тоже, по сути, мега-подземелий, не только, ну, всего лишь чуть-чуть. Ну, странно, да? Хотелось бы, конечно, чтобы падало вообще все, но, видимо, видимо, губу мы раскатали слишком жестко. И так, шанс дропа маленький, так еще и пул ограниченный. Грустно, но, надеемся, что это не так, в общем-то, потому что хотелось бы пул побольше, да? Не забывайте, ребят, что сейчас у нас самая большая прибавка к опыту, которую только можно ever в ближайшие три недели, то есть с 21 июня у нас уже 95% бонус к опыту, а именно ветра с актуаря 50, танец с лентами 10%, вогненный солнцеворот у нас, да? Потом, опять же, 10% за режим войны. На 110 краев до 49 уровня из Battle for Azeroth покупается за военные значки. Боевой штандарт координации 15% опыта от гильдийский такой штандарт ставится на землю, то есть вот 95%, да? Значит, что еще, ребяточки? У нас еще со 2 июля будет еще, в общем-то, ярмарка на Волуне, это еще 10% опыта дополнительно, и с 5 июля у нас еще 50% опыта при прохождении подземелья Warlords of Draenor, да? То есть с 5 по 8 июля еще 50%, так что, возможно, с 5 по 8 июля, если бесконечно гариндунить Warlords of Draenor подземелья, рехать, будет очень много опыта, так что это приятно. Интересно, как быстро можно будет прокачаться, да? Мне кажется, прям очень быстро, даже в соло, наверное. Вот так что 5 июля, получается, ждем, наверное, да? 130% опыта 5 июля. А что дальше? Дальше, ребяточки, у нас всю неделю Близзарды подвергаются какой-то дудос атаки, дудосит их бесконечно, нельзя было заходить на серваки, все вылетало, все лагало. Вот, знаешь, такое ощущение, вот честно, вот смотришь за всем этим и вот не понимаешь, вот Доту почему-то не дудосит, вот, и Counter-Strike почему-то, ну, как-то не дудосит, как будто, да? А вот Battle.net как будто постоянно дудосит, да? С чем это связано, совсем непонятно. Как это происходит, если честно, если вы знаете, напишите обязательно в комментариях, потому что я не знаю, почему Battle.net надо вообще дудосить, да? Ну, это для того, чтобы, наверное, крепчали, ребята. Следующая новость, ребят, 10.1.5, появится функция замены портрета персонажа. И вместо вашего какого-то кусочка лица на портрете, дефолтного персонажа, можно будет поставить иконку вашего класса, типа вот Друид, типа Хантер, типа Рога. Вообще, нахрена это делать? Загадка остается для меня невероятной, да? Учитывая, что уже куча есть аддонов, которые и 3D текстурку делают и так далее, да? То есть забавный факт, да? Warcraft 3 был хорош тем, одно из его невероятных каких-то нововведений, когда он только вышел, Warcraft 3, да? Это то, что эти иконки-персонажи, они были живыми, анимированными, да? То есть там Орг ходил и вот так вот делал, что-то говорил, там еще что-то, и другие персонажи двигались, картинки, что-то оборачивались, смотрели. Ну, какая-то было прикольно, да? А вышел World of Warcraft, и там не 3D-картинки были у всех. Забавно и тупо. А теперь они вообще, чтобы, не дай бог, ты свое лицо не видел, свой персонаж. Ух, ух, ой-ой-ой, страшный. Лучше поставить как будто иконку своего класса. Бред какой-то, конечно. Ну, вообще не понимаю, зачем это нужно делать. Неужели кому-то будет более интересно вместо иконки своего персонажа, картинки, дефолтной поставить картинку своего класса? Типа, чтобы не забыть, за кого ты играешь? Я не понимаю вообще. Это какое-то бесполезное добавление. Но Blizzard мастера того, чтобы иногда... Нет-нет, да добавить какую-то бесполезную функцию со словами, а мы же работаем. Смотрите, целый патч этому посвятили. В действии N5, ребяточки, вот это прям крутая новость. Тут как бы сначала обкакали Blizzard, потом порадовались. В действии N5 можно обмениваться любыми предметами с персонажами со всех серверов вашего региона. То есть, вот у нас есть EU-регион, там вот это вот, начиная от европейских серверов, заканчивая русскими серверами, да. Можно будет меняться. К любому персонажу подходишь, жмешь обмен, отдал ему голду, отдал ему любые шмотки, чарки, банки, что хочешь, да. То есть, это балдежка. А если это балдежка, тут создается очевидный вопрос. Вопрос у меня, да. Опять же, для большинства людей это очень крутая тема, да. А для большинства людей, они понимают, что это вообще так-то, если подумать, хорошая возможность для махинаций. Фактически можно, например, выкупить какие-нибудь супер дешевые предметы на большом сервере, например, на ревущем фьорде, скинуть, я не знаю, вот интересно, по почте самому себе можешь скинуть, теперь уже межсерверно. Вот это очень важный вопрос, без обмена. Но так или иначе, на какой-нибудь маленький сервер, где не так развито какой-то там аукцион, да, и на этом, ни разу на аукционе продавать эти самые предметы, да, которые не являются в пуле общих предметов, межсерверных. Я имею в виду не реагенты, а имею в виду именно конкретные прям предметы. Например, один из таких конкретных предметов, к примеру, очень крутой наплечник, не помню, как он называется, если честно, но крутой наплечник на моего друида, вот такой огненный, да, огненная крылышка, трансмог, который падал непосредственно с экспедицией. И вот, например, на одном сервере какому-нибудь богатому стоит 20 тысяч, да, а вот на каком-нибудь плохом, слабеньком 67 тысяч, или больше. И, соответственно, что, махинации, и потом можно эту голоду обратно вернуть, пользоваться и так далее. То есть, такая история. Казалось бы, так в таком случае возьмите, да сделайте общий аукцион уже на все вещи, не только реагенты, но, видимо, это в будущем, да, сделают они как-то поэтапно, да, то сначала реагенты общие на весь EU абсолютно уничтожили рынок фактически, но приятно для тех, у кого маленькие сервера. А теперь вообще, получается, осталось только одну границу убрать, это возможность вступать в гильдию вне зависимости от сервера. И в таком случае выбор любого адекватного человека плюс-минус будет основан на самом маленьком сервере, и тогда вот реально маленькие серверы заживут получше, потому что тогда не будет вообще никаких границ между межсерверной игрой, да, то есть можно будет зайти на маленький сервер, получить кучу там контента, свободы действия, никто не мешает и так далее, особо, вот, несмотря на кросс-серверы, опять что-то там нафармить, и на большом серваке тоже участвовать в всяких там рейдовых гонках и так далее, находясь где хочешь. Это вот такая вот, собственно, история. Но это крутая новость, так или иначе, что теперь у нас есть межсерверный обмен как голдой, так и вещами. Наверное, в преддверии этой новости, собственно, и забанили вот эта вот недавно комьюнити очень жесткая, да, по голдфарму, по оказанию слух, отобрав у них, ну, как, не забанили, у них отобрали там, сколько там, не помню, миллиардов голды, 10 миллиардов голды отобрали у них или что-то типа того, со всех персонажей сняли. Ну, видимо, в этой вот истории, да, опять же таки, понятно. Следующая новость, ребяточки, это новость про Абуз, да, нашли Абуз в Подгнилье. Подгнилье, собственно, в чем суть Абуза, да, суть Абуза заключается в том, что вы подходите к двери финального босса, ну, просто про ваншоте все подземелье в начале, вот, именно не запуская ключ про ваншотеля всех, подошли к финальной двери, которая вас телепортирует на финальный босс, где вы прощаетесь такой вот этот светящийся шарик и летите прямо туда к этому боссу, и, соответственно, вы подходите вчетвером, а кейхолдер, он же держатель ключа, который запустит подгниль, стоит там у эпохального ключа, и вот, соответственно, все четыре игрока начинают лететь, это забавно, лететь вниз к боссу, превращаясь в шарик, кейхолдер запускает ключ, и в этот момент, когда начинается отсчет, вся команда дружно с начала подземелья летит в сторону финального босса и может начать прохождение подземелья с финального босса, таким образом, сразу уничтожив его с помощью этого бага, понятное дело, что вряд ли это оставит надолго, но, как бы, никто об этом не знал, но вопрос в том, кто об этом знал, как давно этим пользовался, это уже загадка, да, так-то приятно начать бой с финального босса, сразу сдать БЛ на каком-нибудь тиранике финального босса, да, балдежка, балдежка, балдежка еще та, ребяточки, что дальше, дальше, ребяточки, у нас опять немножечко обсудим Дьявло, разработчики вышли и рассказали про свои супер, ультра редкие, уникальные предметы, кто уже играл Дьявло, понял, что падает, в принципе, одно и то же, иногда прям до безумия одно и то же, ребяточки, обязательно плюсаните, как говорится, в комментариях, или напишите, кому было такое, когда у тебя тысяча эболов, ты подходишь за эти фиолетовые монетки, покупаешь фулл шлемы, тебе падает куча легендарных шлемов, и все они с одним и тем же легендарным эффектом, аспектом, это вообще балдежка, как такое может быть, постоянно с подземелья возвращаешься, одинаковые, 1, 2, 3 эффекта, прям на постоянном, как будто бы дропе, находятся, это рофл, но вот они рассказали про 6 уникальных своих предметов, супер редких, которые выпадают там, типа супер редкие, там где-то их 2 во всем мире выпало, выпадают они только строго, после 85 уровня, противника 85 уровня, да, то есть такая вот собственно история, что дальше непонятно, да, то есть очень вся эта история хлипкая, вот типа недавно просто выбил паренек шлем, который дает 2% к лайфстилу, да, со своих атак, что очевидно сделал его очень сильным, и люди конечно же жалуются, что а что, ему такое выпало, а мне не выпало, это ненормально, это не ненормально, а Blizzard, да это крутые уникальные предметы, да, это мне так нравится, ребят, помните старта Diablo 3, кто играл, я помню, когда мы все в теории знали, что есть комплектные предметы, комплектные вещи, мы это знали, что собрать этот комплект, станешь сильным, но он никому не падал вообще, там вообще никому не падал, и потом вышел Diablo Reaper of the Soul, и он начал падать как дерьмо, как дерьмо без остановки, тут будет видимо такая же история, наверное на сезоне, не знаю, но рано или поздно так будет, да, вряд ли кто-то будет, скажем так, долго держать эти уникальные предметы, с супер лоу дроп шансом, да, что дальше, дальше ребятушки, опять же таки, типа хорошая новость, для всех под Diablo, все космические предметы, что есть в боевой пропуске Diablo 4, будут добываться для всех персонажей сразу, новость заключается в том, что в Diablo Immortal это не так, в Diablo Immortal в Battle Pass, добываются только на ваш класс, за кого вы играете, а вот за других, типа сосешь, сосешь, как бы получается, да, сосешь, там вот это вот мороженое, вот это все, да, так что, такая история, ну типа класс, ну типа пофиг, ну типа класс, ну типа пофиг, ребяточки, в общем-то, опять же, как я уже не раз говорил, Бриззарды, на мой взгляд, со стартом, Diablo, конечно, у них все хорошо, да, но учитывая, что первого сезона нет полтора месяца уже, ну не будет полтора месяца, он же допустится, типа, с середины до конца июля примерно, да, никакой информации вообще о нем нету, что там внутри будет, толком, да, какой-то фулл гайден, все это, просто никакого нету, да, зато есть понимание, что надо будет персонажа качать заново, да, бред, бред, ну, не бред, конечно же, для Diablo в теории, да, но именно бред в том, что этот сезон сразу не начался с пула, да, то есть 6 числа, когда вышла игра, так было бы хотя бы всем поприятнее, сразу люди покупали предзаказом, супер дорогое издание за 100 евро, чтобы у них сразу был боевой пропуск, то есть, вот обожаю, вонючая нынешняя вот ситуация с игровыми компаниями, люди покупали, чтобы у них сразу был премиальный боевой пропуск, заранее они могли начать играть и так далее, а бред говорят, ну, премиальный пропуск и сезон, вот, это как бы это, через полтора месяца после старта, это, конечно, отвратительно, безусловно, и учитывая, что они заключили суть, что только ты можешь открыть алтери Лилит, и, собственно, территорию, это засчитается, а все остальные активности, для известности в репутации вот этих вот пяти регионов, они будут незащитны, надо будет выполнять доп. задания, выполнять опять подземелья, проходить, выформлять аспекты, на новом уже сезонном персонажем, вроде о том, что это будет частью боевого пропуска, да, за что будут давать награды, и очевидно, что, видите ли, они не продумали нормальный был пропуск, и чтобы его прокачивать, очевидно, все это вот дерьмо, что я озвучил, будет заново выполнять, доп. миссии заново выполнять, и так далее, да, может быть, во втором сезоне они уже и придумают как-нибудь что-нибудь, да, но это всем же другая история, вообще жесть одним словом, и какой-то кал, потому что новый сезон предполагает новые шмотки, новые какие-то там изменения, какие-то новые задания, может какой-то новый контент, портал сразу в подземелье кошмарное, и так далее, но это уже совсем какая-то сомнительная, если честно, история, но да ладно, но да ладно, уже поговорили об этом, и так, ребяточки, у нас что еще, Майк Эбара видит огромный потенциал во вселенной Старкрафт, а сэр, теперь, когда я привлек ваше внимание, мы должны поговорить о Старкрафт, сделать ее снова популярной, есть множество способов сделать вселенную популярной вне ее РТС формы, я люблю Старкрафт, но зумеры больше не играют в РТС, а бумеры с ней уже не справляются, но у вселенной Старкрафт безумный потенциал, и она прежнему одна из лучших, да, это что? я согласен, у нее безумный потенциал, она все еще одна из лучших вселенных, кстати, отличный стрим, продолжаю в том же духе, это в болтаре, ребята между собой в Твиттере, да, РТС, сейчас никто не играет, Age of Empire 4, для вас шутка, с миллиардным онлайном, любая игра от Paradox, стратегия, стратегия, стратегия какая-нибудь Age of Wonders 4, например, да, с огромными онлайнами, куча других примеров, какие-нибудь Hearts of Iron, да, просто стратегические игры, не только РТС, для вас шутка, крепко держащие свои большие онлайны в стиме, которые можно увидеть, постоянно находятся на топовых позициях постоянного онлайна, да, в РТС сейчас не играют, это очень интересная сказка от разработчиков ААААА студий, которые привыкли делать дрочильню в открытом мире, и больше ничего, в общем-то, да, что не игра, то в одном типе, никто не играет в РТС, сказал он, не-не-не, ни зумеры, ни бумеры, люди вообще не любят эти стратегии, люди очень тупые стали, им надо вот линейный сюжет, а если не линейный сюжет, то огромное пространство, с тонны вопросиков, чтобы их открывать, активности и так далее, да, конечно, вот это вот вранье, конечно, про то, что никто не играет в РТС, это просто читаешь это, и становится смешно, я играю в РТС, я люблю стратегии, да, я уважаю все это дело, я, когда StarCraft выходил, я просто был упоен наслаждением, вот этих сюжетных каких-то компаний, вот, и так далее, и это было очень приятно, и, соответственно, из этого вытекает, казалось бы, никто не играет в РТС, и тут новость, Activision Blizzard разрабатывает еще одну мобильную игру, помимо World of Warcraft, Arclight Rumble, и Warzone, они посмотрели, что, ого, Warcraft Warzone, Warzone, Call of Duty, и Warcraft Rumble, Diablo Immortal, круто, и начали какую-то вот еще разрабатывать, как мне очень нравится, они сказали, глядя на успех, Call of Duty Mobile, и Diablo Immortal, принялись за работу еще одной премиальной мобильной игры, ААА качества, по одной из крупнейших вселенных, то есть по StarCraft, скорее всего, исходя из предыдущей новости, что Майкебара говорит, что, о, StarCraft топ, О боже мой, ААА качество мобильной игры, есть только одна компания, которая делает ААА качество мобильной игры, это Михойо, в русском Хуеверс, называют ее, да, так что, отличный Genshin Impact, отличный вот этот вот, Хонкай Рейл, по-моему, не помню точно, ну, короче, отличные две сингл-плеер игры, с элементом гачи, который, в общем-то, не самый обязательный, но кому нравится, тот насладится, отличные, ААА, мобильные игры, а не то, что делает Blizzard, ААА Аркрайс Лрандл, интересно, это тоже, по их мнению, премиальная, или Diablo Immortal, ну, не знаю, Diablo Immortal, ну, в принципе, может быть, даже неплохая, да, если бы, конечно, не Pay2Win, так что, такая вот смешная, ребяточки, история от Blizzard, посмотрим, что за новая игра, что они там придумали, это что-то, что может вдохновить, Blizzard, как я и сказал в самом начале, пытаются следовать опять за модой, если раньше они делали Warcraft, и все пытались скопировать Warcraft, делали Warcraft, все пытаются до сих пор скопировать Warcraft, неудачно, когда они делали Diablo, начали уходить, деблоиды попытки повторить, да, и так далее, и StarCraft, и все такое, да, теперь же Blizzard смотрят, да, так, что у нас там происходит, ага, так, понял, 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 модный киберпанк, ладно, значит, сделаем Shadowlands, там типа все роботы, типа как будто киберпанк, так, что там, модные, много зарабатывают, мобильные игры, начали все вкладывать в мобильные игры, будем делать мобильные игры, теперь и так далее, ну, да, конечно, очень интересная история, никакого творческого развития, ничего нового, да, как и всегда, можно об этом сказать, про ту же Diablo 4, да, вроде бы, их рахит, вроде прикольно, вроде классная, но на деле, в общем-то, пустышка, потому что, в общем-то, никаких новых идей в ней нет, да, то есть, ну, сделали, конечно, молодцы, но это копия, где-то там, пас фиксала, где-то самого себя копия, и так далее, да, это неплохо, это классно, да, но, опять же, когда я смотрю на то, что мне анонсируют, я начал играть, я поиграл недельку, две, и мне уже через некую две говорят, ну, там через полтора месяца, вот у нас в конце июля, выходит боевый пропуск, там сразу телепорт, кошмарным подземельем, но будет, там сразу будет еще что-то, какие-то новые контенты, новые уникалки, и так далее, и тому подобное, я вот всегда смотрю на это, и думаю, а почему мне не дать это с самого начала, когда я слышу, что мне надо будет заново выполнять все активности во всех городах, я говорю, а почему мне сразу все эти активности не засчитать, то есть, ну, это же сразу понятно, что все это какая-то просто вот попытка занять как можно больше времени нашего, я когда вижу, что кто-то пытается манипулировать моим интересом к игре с помощью вот таких вот активностей, которых надо повторять зачем-то, да, то есть, вот, опять же, доп-миссии и так далее, я начинаю понимать, что, конечно же, это все манипуляции, чтобы я как можно дольше в этой игре сидел, я такую игру с удовольствием мгновенно дропаю, как только я это узнал новость о сезоне, я сразу все мгновенно дропнул, и, ну, жду сезон, чтобы хотели какое-то мнение было по поводу сезонов, но полагаю, что там ничего именно ключевого нового не будет, да, они сами говорили, что там не будет каких-то там супер сюжетных синематик в продолжении роликов, да, вопрос в том, насколько платные будут новые дополнения, которые реально будут продолжением Diablo 4, как часто они будут выходить, что же по итогу случилось в финале Diablo, и куда нас это все приведет, хотелось бы узнать, естественно, сюжет классный, вот, атмосфера классная, вот, но как будто прошел кампанию, и можно удалять, вот, прошел кампанию, билд свой сделал, попробовал, удаляешь игру, потому что Близзарды скамят, Близзарды скамят, да, такая история, так что спасибо за просмотр, и как всегда, бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак, Редактор субтитров А.Семкин